На хореографической смене Dance Creative новые знания и навыки могут получить не только юные танцоры, но и их преподаватели. На мастер-классе Олеся Морозова и восемь руководителей различных коллективов тренировали элементы афроджаза и делали всевозможные упражнения, которые они смогут применить в своей педагогической практике. Ведущая мастер-класса Олеся Морозова, руководитель театра танца «Сова», уже 15 лет в хореографии. Из них 10 Олеся занимается современными танцами. Среди них джаз-танец, афроджаз, контемпори. Главной целью своего мастер-класса Олеся считает взаимный обмен знаниями. Я всегда так говорю, что когда я даю мастер-класс, я так же учусь, как и педагоги. Они у меня, а я у них. Чему-нибудь научиться. Танец – это искусство взаимодействия. Одно из важнейших составляющих танца – умение чувствовать партнера. Я стою, я чувствую от нее контакт с себе. Все, я начинаю разворачиваться. И вот я это должна делать потихоньку, перемещая свое тело, понимая, что вот оно. Раз, я дотронусь локтем, я могу этот контакт бросить медленно. Но вот локтем у меня должна быть от нее тоже контакт, от нее реакция, что она меня чувствует. Упражнения на взаимодействие, координацию, контактная импровизация – все они направлены на то, чтобы педагогический процесс был не только познавательным, но и увлекал детей. Следующее упражнение – зеркало, помогает развивать координацию движений. Участники мастер-класса увлеченно выполняют задания ведущей, несмотря на то, что сами они опытные педагоги и танцоры. Елена Герба, руководитель ансамбля «Калейдоскоп» из Саратовской области, уверена, что опыт, полученный на мастер-классе, несомненно, будет ей полезен. Все очень нравится, интересно, много нового узнаешь, много того, что именно можно дать детям, не лично для своего развития, а именно для детей. Это очень важно, потому что, когда приходят к тебе маленькие детки, ты не знаешь, что с ними сделать, чтобы им было интересно. Позитивно все, тепло, как-то комфортно, то есть чувствуешь себя вот как дома. Каждый из преподавателей получил на мастер-классе навыки новых интересных способов подачи танцевальных движений, а еще позитивное общение и положительные эмоции. Мастер-класс техника визуализации проводит педагог-хореограф из города Ярославля Антон Косов. Сегодня участники международного хореографического лагеря «Дэнс Креатив» узнают современные техники движения в пространстве. Они научатся воспринимать двухмерное движение танца как трехмерное. Это поможет юным танцорам в их дальнейшей профессиональной деятельности. В первую очередь это некое расширение взгляда на то, как можно двигаться в пространстве, потому что очень много танцев сейчас, скажем так, фейсовых происходит только лицом. Мало кто из педагогов поворачивает детей спиной, боком и так далее. Здесь мы это все будем разбирать. И также это развитие пластики, потому что сюда обязательно входят составляющие пантомимы, волны, всякие точки, синкопы и так далее. То есть возможность детям познать свое тело еще дополнительно, каких-то других сторон, этого мало где преподают, поэтому я подумал, что это будет очень полезным в сегодняшнем уроке. Антон Косов – профессиональный танцор и педагог, руководитель собственного театра танца, который хорошо известен как в Ярославле и области, так и по всей России, и даже за рубежом. Сегодня в репертуаре театра разнообразные танцевальные стили – от модерна до шоу-дэнса. Штучка непростая, но очень интересная, когда вы танцуете, чтобы вы не танцевали, будь то модерна. Мастер-класс состоит из целого комплекса упражнений. По принципу от простого к сложному ребята вместе с педагогом повторяют базовые движения – сноу-моушен, кандлинг, реверс. Многие движения – это либо часть классической пантомимы, либо элементы стиля брейк-дэнс. Для их выполнения необходима не только пластика тела, но и представление о мире как о виртуальном пространстве. Ребята с удовольствием выполняют все упражнения. Многие из тех, кто сегодня занимается на мастер-классе, раньше не пробовали подобную технику. Теперь, признаются юные танцоры, они непременно возьмут на вооружение приемы, показанные педагогом, и разнообразят свои постановки. Очень интересно то, что показывает педагог. Новые стили какие-то выучили. Рушится, как сцена там. Очень много нового. Итогом мастер-класса техника о визуализации станет общая композиция, составленная из показанных на уроке элементов. Константин Карин увлекся джазовыми танцами, будучи студентом в Агановской академии балета. В настоящее время он ездит по всему миру, пропагандируя это направление. Джаз для него не просто техника, а способ мировоззрения и самовыражения. В балете танцовщик пытается показать, что гравитации нет. В модерне, в контекторы, в рикотанцовщик показывает, что гравитация есть. Но джаз-танец – это борьба с гравитацией. Джазовый танец включает в себя широкий диапазон танцевальных стилей. Здесь можно найти элементы афро-танца, модерна, театрального танца. И как в большинстве видов хореографии, основой всех движений в джазовом танце является классическая техника. Поэтому в занятия включены элементы балета. Зародившийся на заре 20 века и произошедший из афроамериканского коренного танца, джаз-танец завоевал популярность среди хореографов и балетмейстеров по всему миру. С течением времени появилось много разновидностей этого направления. Художественная особенность этого танца – совершенная свобода движения всего тела танцора и отдельных частей тела, как по горизонтали, так и по вертикали сценического пространства. Джазовый танец – это прежде всего воплощение эмоций, это танец ощущений. Занятия с Константином позволяют участникам смены «Дэнс Креатив» повысить свое хореографическое мастерство. Мне все очень нравится, все более на высшем уровне, и мы стараемся в полную силу и для этого получаем очень много удовольствия. У ребят хореографического лагеря «Дэнс Креатив» есть прекрасная возможность совместить отдых на Черноморском побережье с увлекательными мастер-классами. Занятия с преподавателями такого высокого уровня, новые техники и знания помогут ребятам определиться в направлениях своей будущей творческой деятельности. Следующим в хореографическом лагере «Дэнс Креатив» стал мастер-класс по хип-хопу. Занятие ведет преподаватель из Санкт-Петербурга. Егор Плешаков – профессиональный хореограф, педагог, танцовщик и диджей. Егор работает в проектах «Инпресс» и «Бай-бай-балет», ведет телепередачи про стретчинг на телеканале «Тонус ТВ». Также он является полуфиналистом телешоу «Звезда танцпола 3» на телеканале «МТВ». В хип-хопе есть базовое движение, фоундейшн. Когда ты импровизируешь, ты можешь делать все, что угодно. В принципе, опять же, относительно той музыки, которая играет. Собственно, и все. Он очень свободный. И, как правило, дети всегда очень рады. Им нравится хип-хоп, по сути. Хип-хоп-субкультура зародилась в конце 70-х годов прошлого века в Соединенных Штатах Америки, в среде афроамериканцев. Яркой чертой этого танцевального стиля является его характер, актерская составляющая. Естественно, здесь сочетается с движениями, совершенно несвойственными человеческой биомеханике. Так же, как и в афроджазе, в хип-хопе многие движения как бы обращены в пол. Отсюда низкая посадка и всегда немного расслабленные колени. Несмотря на кажущуюся простоту этих движений, выполнить все четко и в ритме бывает не так-то просто. Вы поняли движение? Руки идут. Свободно. Так. Широко. Узко. Главное, чтобы вы поняли суть движения, что у вас работает все тело. Чш. 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 У меня весь верх работает, так, у меня все работает. Хип-хоп танцы – это танцы для уверенных и молодых. А главная цель танцора – завоевать симпатию зрителя. Юноши и девушки стремятся с помощью танца показать себя, привлечь внимание. Мультитехничность и открытость хип-хопа для импровизации объясняют его широкую популярность среди молодежи. Очень хорошее впечатление. Просто, ну, хип-хопа мы мало, в принципе, занимаемся, и такая техника аж, ну, нам нравится. Танцы рождаются везде – на сцене и в клубах, на улицах и барах. Они рождаются в любые времена – вчера и сегодня, в прошлом веке и до нашей эры. И популярность их не зависит от времени и места. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова